Приглашаю на сцену своего куратора Никифора Микосярова. Так волнительно. Ну, история была совершенно верная, да, если же взглянуть немножко как бы обратно, да, то есть флэшбэк, по сути, когда Наташа Сорокина спросила, кто этот пожилой мужчина. Ну, мне было чуть больше за 30. Это было связано с тем, что, получается, предматическая деятельность у меня пошла очень быстро, интенсивно, с большими цифрами, с большими показателями. Я за историю, получая свое предпринимательство, открывал больше 10 компаний в больше 10 направлениях, оборачивал миллиардами, да, то есть и определенное, как бы, понимание того, что ты уже, ну, как бы, не можешь быть. И вот такой флэшбэк, да, то есть я оделся специально, да, то есть я так не одевался уже 7 лет. Когда я познакомился с компанией, получается, да, то есть я решил реально поменять свою жизнь, и я выкинул все свои костюмы, показатели на помойку, да, то есть для того, чтобы, ну, как-то либо получать, начать жить по-другому, потому что я четко понимал, если дальше я продолжу свой жизненный темп именно с таким подходом, то, скорее всего, ну, как бы сурово не прожил бы, наверное, до лет до 50, да, то есть, потому что те темпы, те ритмы, те ответственности, которые были взвешены на меня, да, то есть они были очень глобальными и очень серьезными, да. И на сегодняшний день, как бы, да, я себя чувствую намного проще, намного легче, да, то есть когда я уже сотрудничаю с данной компанией, компанией Global Intellects Service с таким классным продуктом и с такой любовью, с трепетом, да, то есть я отношусь ко всему, все, что касается UDS и нашего сообщества, да. И сегодняшняя тема, да, вот она как раз такая, которая вам покажет, да, то есть вы прям достанете телефон, записываете себе там блокноты, может быть, фотографируете, да, то есть я расскажу вообще, как в нашем бизнесе достигать результаты. И давайте вот мы с вами вместе договоримся и ведем новые понятия. Стратегический партнер. Кто вообще понимает, что такое стратегический партнер? Давайте я сегодня все это разложу, покажу, объясню, и как достигать результаты именно с такой подачи, да. Вообще, как бы, да, то есть я немножко сейчас предысторию сделаю. Мы с вами, получается, да, то есть сейчас работаем в надрыночном пространстве. Я, как говорил, у меня был, как бы, большой бриграунд, опыт, да, то есть открытие различных направлений, да, то есть практически в многих сферах я работал, также я консультирую очень многое количество предпринимателей, там, вплоть до госкорпораций, да, то есть я понимаю очень многие бизнес-модели. И когда ты уже столкнулся с многими нишами, ты понимаешь уровень маржинальности, уровень, получается, ответственности, уровень, получается, прибыли, да, то есть сколько ты можешь, да, то есть уровень объема выручки и так далее, да, то есть ты знаешь очень многое. И, ребят, мы сейчас с вами работаем вообще надрыночным пространством. Кто знает это тоже понять надрыночное пространство? Что-то сложно, да, говорю, что-то такое, да, то есть надрыночное пространство, да, то есть смотрите, надрыночное пространство – это то пространство, вот если взять, например, свечку, и там есть пламя такое, да, то есть есть невидимая верхняя часть, которая самая-самая горячая. Знаете же, да, то есть и самое горячее вот это пространство, оно считается самым маржинальным. Смотрите, да, то есть если вообще посмотреть рынок наш, у нас есть рынок розничной торговли, у нас есть общепиты, у нас есть услуги, и в нынешнее время в условиях сильнейшей конкуренции у нашей маржинальности постоянно уменьшается. И когда ты строишь в этих направлениях, я очень уважаю предпринимателей, потому что вы честные мазохисты, настолько сейчас у нас маржа становится меньше в связи с ключевой ставкой, в связи с различными нововведениями, и мы просто пытаемся всячески разно калиброваться. И сейчас, например, вот это надрыночное пространство – это наш бизнес. То есть мы надходимся над этим бизнесом. Почему? Потому что, смотрите, наш продукт постоянно улучшается. Вы согласны с этим? Наш продукт не имеет конкуренции. Вы согласны с этим? Наш продукт сверхмаржинальный. Вы согласны с этим? Смотрите, получается. И фактически мы как партнеры, мы имеем возможность масштабировать этот продукт без проблем. То есть без какой-то либо, получается, привязки, грубо говоря, локационной. И в конечном итоге, смотрите, если смотреть вообще там продуктовый бизнес, у него есть срок, получается, годности? Ликвидность постоянно падает. Согласны? Срок продукции выходит с годности? Все. Если же, например, это может быть одежда. Мода прошла? Все. Ликвидность падает. А наш продукт с каждым днем дорожает. Вы согласны с этим? В ценности. И на сегодняшний день, это мое мнение, да, то есть и вот что компания делает, я постоянно удивляюсь. Она тут больше денег выплачивает, здесь дарит вознаграждение, бонус масштабирования, да, то есть и постоянно. А давайте, ребята, на рекламе заработаем, да, то есть и постоянно, получается, партнеры начинают все больше и больше зарабатывать. И ликвидность, получается, наша растет. И вот это надрыночное пространство, получается, мы вместе с вами сейчас начинаем охватывать всю планету. Да, то есть ребята отсюда приходили, Вьетнам, другие регионы, Монголия здесь есть, еще много различных, да, то есть государство, где есть наш продукт, где он развивается, да, это больше 30 стран. И давайте мы все-таки разберем, что такое стратегический партнер. Если мы работаем с вами надрыночным пространством, что такое стратегический партнер? Я сейчас расскажу понятийность. Смотрите, получается, что такое стратегия, да. Долгосрочный план направлен на достижение успеха. Я всегда говорю многим предпринимателям, которые начинают делать бизнес, да, то есть вы всегда смотрите наперед. Смотрите, получается, например, на 100 лет вперед, да, то есть смотрите там на 50 лет вперед. Почему? Потому что с каким подходом вы будете делать этот бизнес? Вы хотите, чтобы ваш бизнес передавался по наследству? Это же классно же, когда вы можете строить бизнес, который дается по наследству, а не сиюминутно получать какую-то выгоду, да, то есть и начинать работу в таком направлении. Если же мы говорим про партнер, это тот, кто вкладывает в общее дело и получает свое. Очень важное получается, да, то есть в этом понятийности, да, то есть стратегический партнер. То есть стратегический партнер, это который долгосрочно планирует, да, то есть достижение успеха для, получается, для достижения получения своего. То есть каждый партнер, который приходит сюда, он достигает именно своей цели, он достигает именно своих планов, которые он для себя поставил. И здесь самая экологическая среда, где вы это можете сделать, да, то есть если так посмотреть, я не видел как бы такого сообщества, которое бы настолько бережно, настолько классно, как бы, да, то есть помогал расти в этом направлении. И здесь я немножко подсвечу это, да, то есть смотрите, у нас есть формула 4ВИ. Формула 4ВИ – это когда, получается, вы выстраиваете долгосрочные отношения на выгоде, да, то есть на выгодных отношениях, чтобы все выигрывали. Клиент – предприниматель, да, то есть получается предприниматель – партнер, партнер – партнер, партнер – компания. То есть смотрите, получается, когда предприниматель приглашает своего пользователя и выстраивает классные отношения, он заботится о своей лояльности, чтобы выиграл и клиент, и предприниматель, получается. Чтобы, например, когда мы как партнеры приходим к предпринимателю, чтобы у предпринимателя классно продавал продукт, да, и он помогал предпринимателю увеличивать его прибыль, его выручку. Почему? Потому что это прям очень важный, да, то есть социальный продукт, который помогает вот это все, всю, всю, всю инфраструктуру содержать, да, то есть и платить налоги, отчисления и все такое. И партнер – партнер, да, то есть это наши взаимоотношения, долгосрочные отношения направлены на успех, да, то есть и достижение своих планов, целей и максимальных результатов. И также получается партнер и компания, да, то есть компания всегда смотрит на нашу обратную связь, всегда максимально лояльно относится к нам как к партнерам, да, то есть делает все возможное для того, чтобы мы вместе с вами достигали лучших результатов. Вот Telegram-бот, скажите, это уже покрывает, блин, практически, как бы, да, то есть всю инфраструктуру лояльности вообще, которую можно было бы придумать. И смотрите, очень важно, мы сегодня вот прошли очень много тем, да, то есть вот такая прям классные спикеры, и одна из наших задач, вот стратегического партнера – мыслить глобально и просто. Скажите, пожалуйста, кто может из вас здесь присутствующий построить, например, завод? Ну, мало, да, то есть один, два, может быть, там, десять человек. Это дублицируемо? Либо, например, чем я занимаюсь? Брокери-девелопмент. Это дублицируемо? Вряд ли, да, то есть от этого наша задача, вот когда Елена сказала, говорит, да, то есть, а можно попроще? Да, то есть, как бы, я могу сложными подходами делать, но я четко понял, что в нашем бизнесе самая лучшая – это простота. Твоя подача должна быть, чтобы человек, не знаю, там, ребенок понял, о чем ты говоришь, а мы иногда, бывает, говорим там, НПС ваш критичен. Вам нужно подумать о ЛТВ ваших клиентах, КПА ваших сотрудников низкий, надо, можно сказать, намного проще, да, то есть сделать так, чтобы это было просто легко дублицируемо. И смотрите, получается, да, то есть, когда вы приходите в этот бизнес, вы смотрите, какой должен быть у вас статус, да, то есть, есть у нас коридорная лестница, которая, она является таким шагом достижения, да, то есть, это самый простой метод, как ты хочешь, например, развиваться в нашем бизнесе, ты можешь выбрать любую из статусов, да, то есть, и начать их достигать. Какой бы статус вы хотели бы? Гран-премьер, роял-премьер. Кто-то ключевой менеджер хочет, да? Окей, хорошо. Тут ваш выбор. На какой скорости вы хотите двигаться? У вас точка есть А и точка Б. Вы можете двигаться, получается, на ослике, да, то есть, понятно, либо просто можете сесть в джет и быстро это сделать, да? Так давайте вместе с вами мы поговорим, как сделать премьеру за год. Смотрите, получается, да, вообще вот это премьерство за год легко, свободно, азартно, да, то есть, вообще нельзя, не делайте ничего, усложнение. Почему? Потому что в конечном итоге, как бы, да, то есть, это недублицируемо, это невозможно повторить и вряд ли достигнете тех или иных результатов. И смотрите, получается, да, то есть, стратегический партнер, он может разбивать сложные задачи на простые элементы. Стратегический партнер может сложные задачи разбивать на простые элементы. Что такое сложная задача? Сложная задача – это просто непонятая задача. Смотрите, да, то есть, у нас сейчас в зале, получается, есть два премьера, да? Есть, получается, два рояло-премьера, да, то есть, Это же возможно подойти к ним и спросить, как вы достигли результата такого. Я когда пришел к Наташе, я говорю, Наташа, слушай, подскажи, пожалуйста, как сделать премьера. Она говорит, а может не стоит? Может быть, федерального директора? Если я говорю, ниже премьера, я не хочу здесь находиться. И сразу говорю, давайте будем думать насчет премьерства. И с такой позиции я, получается, начал строить бизнес. И смотрите, эволюция – это упрощение, а не усложнение. Это очень глубокий смысл. Эволюция – это не сложное, это простое. Если вы максимально просто, максимально легко, азартно будете это делать, ждет ваш успех, это 100%. И какие действия будут у стратегического партнера? Смотрите, получается, действия, которые мы сформируем, то есть сделаем определенный план развития. Вот, например, смотрите, то есть инструменты, которые у нас сейчас есть, это два, согласны? Два партнера в месяц. Два клиента в месяц можно, то есть получается. Мы выстроим с вами среднесрочный план и выстроим бизнес-модель. У нас, например, да, то есть наша задача как партнеров и у нас, например, да, то есть ключевой фактор – это выполнить статус директора. Потому что бизнес-модель достижения других результатов, она уже становится в два раза легче, в три раза легче, да, то есть вы можете максимально быстро достигать. Вы построите долгосрочный план, да, то есть и определете определенную миссию. Например, моя миссия, да, то есть с помощью эффективности предпринимателям помочь как большему количеству людей. И это миллиард человек. Когда, получается, есть такая задача, да, то есть у вас уже начинает все подтягиваться. Цели, ценности – это все дает кратные результаты. Смотрите, в нашем бизнесе, знаете, что такое марафон, да? Длительный забег, как бы, можно его, получается, например, там, с стула начать бегать, но вряд ли вы добежите. Не хватит мощи, опыта. А получается, если же вы, например, протрекаете все, да, то есть с каким темпом я буду бежать, там, первые пять километров, десять километров, да, то есть и начнете это все просчитывать. Я прям очень сильно рекомендую после этого нашего обучения встретиться со своими куратами, с партнерами и прям посчитать статус примера. Вы поймете, что это очень просто. И принять решение, начать действовать уже в условиях, сразу как после мероприятия, начать действовать, да, то есть и уже в поля выходить. И смотрите, стратегия – это процесс. Процесс повторяющих простых действий. Два клиента-то легко подключить? Легко. Получается, да, то есть два партнера. Наша задача вообще, да, то есть партнеров, да, то есть держать просто темп, два партнера. Вы, наверное, видели, меня приглашали как номинанта, да, то есть человека, который является стабильным в развитии, да, то есть который выполнял бонусы масштабирования и забирал их, получается, не один раз, да, то есть за год я пригласил лично первую линию, получается, 17 человек. И смотрите, да, то есть получается, ваша задача пригласить два партнера и сделать из них два ключевых менеджера. То есть принцип дубликации, да, то есть сделать так, чтобы эти партнеры сделали ключевые менеджеры. Если же, получается, у вас получилось сделать ключевого менеджера, точно так же получается, если ваши партнеры и они достигнут результата ключевого менеджера, вы закроете статус директора. Если же вы, получается, закройте статус директора, покажете своим партнерам, как закрывать статус директора, у вас, получается, появляются два региональных директора, да, то есть. И потом, когда вы сделали два федеральных директора, на премьере получается Валера. Он сделал уже премьера, когда у него были два федеральных директора. Амбассадору это уже сверху, уже был результат. То есть два федеральных директора у вас слева-справа, и вы премьера. Если вы подтвердите, получается, статус премьерства, вы уже можете показать, как этот результат достигается. Почему я, например, статус закрыл премьера? Этот статус закрыл не для себя. Этот статус я закрыл для команды. Показать, что это возможно. Вообще возможно закрыть премьера за год. И потом у нас есть другая уже достижение. Это уже делать, можно сказать, конвейер премьеров для того, чтобы достигать уже других результатов. Гранд премьера, Ройл премьера, Империал премьера. И это получается легко, свободно, азартно это делать. И смотрите, стратегический партнер. Для команды, смотрите, важно, чтобы вы могли показать, что возможно здесь зарабатывать очень хорошие деньги. Важен статус. Вы пришли в этот бизнес, вы являетесь стратегическим партнером, и вы делаете статусы, которые к вам приходят закономерно, то есть за счет повторяющихся действий, вовлеченность, первая линия, то есть наш бонус масштабирования. Почему я бонус масштабирования делал? Опять же, для того, чтобы показать команде, что это все возможно. То есть спустя 7 лет я все так же превращаю первую линию для того, чтобы делать результаты. Попадание в ДМБ, то есть влияние получается на жизненный продукт. Я вот всегда поражаюсь любовью к продукту своей супруги, потому что она всегда из самого начала говорила, мы творим историю. Мы творим историю. И на сегодняшний день получается, если говорить про город Икутск, у нас практически каждый первый пользуется ЮДС. То есть это уже как закономерность. Стратегический партнер для компании. Нам очень важно, чтобы мы продукт наш масштабировали. То есть не только получается локационно у нас в городе, то есть мы должны его уже масштабировать на другие регионы, на другие страны, на другие континенты. Мы должны формировать кейсы, которые помогут нам. Большое спасибо департаменту по работе с продуктом, для того, чтобы вы улучшаете нашу инфраструктуру, помогаете нам, для того, чтобы мы максимально это все масштабировали. Классные кейсы, примеры внедрения продуктов. Ну и, конечно же, идеи. Потому что наша компания берет идеи, вводит гипотезы, смотрит, тестирует. Получается, ваши идеи могут стоить десятки, сотни миллионов долларов. Пожалуйста, делитесь идеями, передавайте их куратору, ДМБ, для того, чтобы они это все начали реализовывать. Потому что может ваша идея принести колоссальный рост нашей партнерской сети. Ну и, конечно же, для себя. Не забываем, конечно же, про здоровье. Почему? Потому что в нашей жизни очень важно, на сегодняшний момент это здоровье, которое вы вкладываете, всегда быть на энергии, на позитиве. Также деньги, также свобода. Я пришел в этот бизнес реально для того, чтобы быть свободным. Потому что мы четко понимаем, что мы живем одну жизнь, и нам нужно ее прожить ярко. Вот я, например, то есть тот человек, который, например, на мероприятия постоянно езжу. И мне очень важно, чтобы моя команда тоже ездила на мероприятия. И очень важно, получается, вот эти все эмоции, которые я получаю, максимально это транслировать и сделать так, чтобы вместе с тобой, вместе с командой у нас как можно больше человек пошло. Почему? Смотрите, мы с вами формируем человеческий капитал. Мы вместе с вами формируем, получается, новое надрыночное пространство. Мы вместе с вами формируем новые подходы к бизнесу. И наше сообщество показывает, что можно зарабатывать деньги легко, свободно, азартно. И я верю, что ты стратегический партнер. Скажите, пожалуйста, своим кураторам, я стратегический партнер. И тогда, получается, ваш куратор уже понимает, ты пришел надолго, ты пришел сделать результаты, и сделать так, чтобы мы вложили суперполезный человеческий капитал во все области нашей жизни, в людей, в предпринимателей, в сотрудников. Максимально, чтобы мы помогали и начинали это делать легко, свободно, азартно. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.